В шаге от катастрофы. Пять фактов о Запорожской АЭС. Ситуация на Запорожской АЭС в последние месяцы существенно ухудшилась, констатировал в начале июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Обстрелы атомной станции со стороны ВСУ, повреждения инфраструктуры, перебоев подачи электроэнергии, разрушения Каховской ГЭС. А теперь еще и заявления украинских властей о якобы готовящемся теракте на станции. Белта собрала пять фактов о Запорожской АЭС, которые позволят понять, насколько реально угроза безопасности атомной станции и какие шаги предпринимаются, чтобы не допустить ядерной катастрофы. Факт первый. Запорожская АЭС – самая крупная в Европе. Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар в Запорожской области. По числу блоков и установленной мощности это самая крупная АЭС в Европе. Станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 гигаватт. Строительство Запорожской АЭС началось в 1979 году. Спустя пять лет был введен в эксплуатацию первый энергоблок. Три следующих блока вводились в эксплуатацию ежегодно – второй в 1985, третий в 1986, четвертый в 1987. В 1989 году начал функционировать пятый энергоблок, а шестой – лишь в 1995, после отмены моратория на строительство ядерных объектов в Украине, введенного из-за аварии на Чернобыльской АЭС. В мирное время Запорожская АЭС вырабатывала 40-42 миллиарда киловатт-час электроэнергии ежегодно. Это составляло примерно 50% от всей электроэнергии, производимой атомными электростанциями Украины. После начала СВО АЭС перешла под контроль российских войск. О сложившейся ситуации 2 марта было уведомлено МАГАТЭ. В октябре 2022 года Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Сегодня Запорожская атомная станция не работает на предельных мощностях. Это связано с угрозами безопасности станции. Два реактора находятся в состоянии ремонта, три реактора – в режиме холодного останова. То есть, они не вырабатывают ни электроэнергию, ни тепло. Еще один реактор находится в состоянии горячего останова, что позволяет поддерживать генерацию тепла и пара, необходимых для работы целого ряда технологических узлов, в частности, парогенератора и турбины. Факт второй. Угроза безопасности за АЭС реальна. После перехода Запорожской АЭС под контроль российских войск, подразделения ВСУ начали осуществлять обстрелы территории станции с города «Энергодар». Украинские военные использовали беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Российским системам противовоздушной обороны в большинстве случаев удавалось отражать атаки. Тем не менее, фиксировались случаи попадания снарядов в объекты инфраструктуры и район хранилища ядерных отходов. Если снаряд попадает в хранилище отработанного ядерного топлива, то может нарушиться герметичность контейнеров. Эксперты отмечают, что для катастрофы будет достаточно попадания даже одной ракеты. Еще одной проблемой для Запорожской АЭС является охлаждение реакторов, которое должно быть непрерывным. Одним из источников охлаждения за АЭС являлось Каховское водохранилище. После разрушения Каховской ГЭС уровень воды в водоеме начал падать. По данным Росэнергоатома, для заполнения бассейна-охладителя сейчас используются альтернативные источники – артезианская скважина и система обеспечения технической водой. Кроме этого, воду можно брать из Днепра. Это создает дополнительные трудности, но проблема решаема. Для охлаждения оставшегося в реакторах ядерного топлива необходима также электроэнергия. В период штатной работы Запорожская АЭС имела четыре линии выдачи мощности. Три из них – Запорожская, Южнодонбасская и Каховская – на сегодня отключены. В работе находится только воздушная линия Днепровская, которая подает электроэнергию с правого берега Днепра. Из-за обстрелов и повреждений линии электропередачи неоднократно происходило полное отключение Запорожской АЭС от внешних источников. Охлаждение реакторов обеспечивалось за счет аварийных дизельных генераторов, которые представляют собой последнюю линию защиты от ядерной аварии. Факт 3. Ситуация вокруг Запорожской АЭС накаляется Еще в мае глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится непредсказуемой. «Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками в области ядерной и физической безопасности, с которыми сталкивается станция», отметил глава МАГАТЭ. По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на станции, постоянно слышат звуки обстрелов. «Этот крупный ядерный объект необходимо защитить. Я буду продолжать настаивать на приверженности всех сторон достижению этой жизненно важной цели», заявил Гросси. Через месяц после заявления Гросси была разрушена Каховская АЭС, чего эксперты опасались весь прошлый год. А еще спустя несколько недель украинский президент Владимир Зеленский заявил о якобы готовящемся теракте на ЗАЭС. «Наша разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции. Террористический акт с выбросом радиации», – заявил Зеленский в видеообращении. «Мы передаем всю имеющуюся информацию нашим партнерам. Европа, Америка, Китай, Бразилия, Индия, Арабский мир, Африка – все страны, абсолютно все должны это знать. Международные организации – совершенно все». В Украине также заявили о проведении учений на случай возможной утечки радиации на Запорожской АЭС. По словам главы МВД страны Игоря Клименко, в Украине развернуты штабы на случай возможного ЧП. Между тем, МАГАТЭ опубликовала заявление о 21 июня, в котором указывается, что эксперты организации, посетившие Запорожскую АЭС, не обнаружили на ее территории МИН. Ситуацию прокомментировали в США и ЕС. Там отметили, что не видят каких-либо свидетельств того, что существует угроза подрыва Запорожской АЭС силами России. В Москве также отвергли обвинение Зеленского, обвинив его во лжи. При этом многие эксперты обратили внимание, что подобные заявления украинских властей могут указывать на подготовку Киевом провокации на АЭС. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Корча в беседе с ТАС заявил, что украинские спецслужбы могут устроить любую провокацию на Запорожской АЭС, сценарий которой подготовят на Западе. Он также обратил внимание, что заявление начальника главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Россия якобы заминировала пруд-охладитель Запорожской атомной электростанции, опровергли в Международном агентстве по атомной энергии. Даже инспекторы миссии МАГАТЭ, которые, как правило, хранили молчание, когда из Киева, как из ушата, лился поток дезинформации, уже это опровергли, указал он. Глава Запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что украинские спецслужбы могут устроить провокации на Запорожской АЭС в случае провала контрнаступления. По его словам, Киев может пойти на это в ближайшем будущем – до начала саммита НАТО 11-12 июля, чтобы продолжить получать оружие и деньги. Это связано с подготовкой плана «Б» на случай провала плана «А», который предусматривает успехи на запорожском направлении в рамках контрнаступления. Если план «А» не сработает, то будет реализован сценарий провокации на Запорожской АЭС, попытка ее захвата, обстрела или разрушения», – цитирует Рогова ТАСС. По его мнению, именно поэтому Киев так активно пытается сейчас вернуть атомную станцию в информационную повестку. Обратите внимание, что главными авторами заявлений являются Зеленский и Буданов. Принцип простой. Не надо искать логику в том, что Россия на своей же территории подорвет сверхдорогостоящий объект стоимостью миллиарда долларов собственными сотрудниками – гражданами России, подписавшими договоры с нынешним руководством атомной станции. «Здесь работает принцип «чем громче и несуразнее ложь, тем больше в нее поверят», – отметил Рогов. О том, что вооруженные силы Украины могут устроить ядерную катастрофу, чтобы переломить неудачный ход украинского контрнаступления, заявил экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно. ВСУ пытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских», – считает Риттер. Факт четвертый. Авария на Запорожской атомной станции стала бы вторым Чернобылем Эксперты указывают, что авария на Запорожской АЭС обернется вторым Чернобылем. Радиация накроет не только Украину, но и европейские страны. По словам начальника Национального центра управления обороны РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, при аварии на Запорожской АЭС произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварии на АЭС в Чернобыле и Фукусиме. В зоне радиационного заражения – более 5300 квадратных километров – окажется население Киевской, Запорожской, Харьковской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой областей, Донецкой и Луганской народных республик, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдовы, Болгарии и Румынии, – рассказал Мизинцев в беседе Стас. При аварии на Запорожской АЭС радиоактивные вещества накроют несколько стран Европы, сообщил известиям начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов. Радионуклиды накроют территории в Польше, Словакии и Германии. По словам Кириллова, выброс даже четверти содержимого одного из реакторов накроет Скандинавию. «Чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь катастрофические последствия», – отметил Кириллов. Последствия аварии на АЭС прекрасно понимают и в Киеве. В августе 2022 года в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения заявили, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в 10 раз мощнее, чем при Чернобыле. Прогнозируется, что зона отчуждения будет составлять до 30 тысяч квадратных километров. Там невозможно будет ни жить, ни вести хозяйство в последующие 100 тысяч лет. Придется переселить 2 миллиона человек. Украину накроет радиоактивный цезий в количестве, опасном для всего живого. Далее радиоактивные вещества будут распространяться в зависимости от направления ветра. Бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что по его расчетам, если на АЭС произойдет авария, это коснется миллиарда человек, проживающих в 40 странах. Факт пятый. Россия и МАГАТЭ работают над мерами по недопущению катастрофы. Безопасность Запорожской АЭС сегодня обеспечивают российские военные. На станции базируются силы, которые охраняют ее от нападений со стороны ВСУ и могут оперативно устранить последствия подобных атак. Кроме этого, чтобы исключить возможную катастрофу из-за обстрелов станции и минимизировать риски, было принято решение о переводе с АЭС в холодный останов. В прошлом году российские специалисты также начали монтаж защитного купола над хранилищем отработанных ядерных отходов. Данный купол способен защитить хранилище от осколков самодельных взрывных устройств, которые могут переносить дроны. В будущем планируется улучшить его защиту. За ситуацией на АЭС следят специалисты МАГАТЭ. В сентябре 2022 года на станцию прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Тогда было принято решение оставить на ЗАЭС двух представителей организаций на постоянной основе. МАГАТЭ неоднократно требовала прекратить атаки на станцию. Гросси провел ряд встреч, в том числе на самом высоком уровне в Украине и России, в ходе которых призывал стороны обеспечить безопасность атомной станции. Изначально МАГАТЭ настаивала на создании вокруг Запорожской АЭС демилитаризованной зоны. Однако позже организация отказалась от этой идеи. «Мы не говорим о демилитаризованной зоне. Мы прекрасно понимаем, какие дополнительные сложности это принесет, особенно в зоне активных боевых действий», – пояснил Гросси. Он отметил, что МАГАТЭ следит за тем, чтобы АЭС не атаковали и не использовали для нападения. Подобную концепцию он считает куда более жизнеспособной, нежели создание демилитаризованной зоны. 30 мая Гросси представил совбезе ООН принципы по защите Запорожской АЭС. В частности, он призвал не допускать атак любого рода в территории АЭС или против нее, в частности, направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал. ЗАЭС не должна использоваться для размещения тяжелых вооружений, в частности, реактивных систем залпового огня, артиллерийских систем и боеприпасов, танков, а также военных. Гросси также призвал обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Все структуры, системы и компоненты ЗАЭС, необходимые для ее работы, должны быть защищены от нападений и диверсий. По словам Гросси, данные принципы были разработаны на основе консультаций с Россией и Украиной. Их соблюдение, считает глава МАГАТЭ, позволит избежать катастрофического инцидента. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия уже приняла меры, соответствующие предложениям Гросси.